Ах, дети, гробанно-рысы, ой, резиночка моя, ой, так. Всем привет, хотите я вам про роды расскажу? Я не знала, что меня ждет, на что это похоже, и вообще с чего это начинается. Не, ну с чего это начинается я догадывалась, но я не знала, что меня ожидает в плане физически. Тебя куда-то кладут, куда-то заглядут, куда обычный здоровый человек не должен заглядывать. Я хочу рассказать про свой опыт. Во-первых, молодым не рожавшим это может быть интересно. Во-вторых, у меня есть опыт веганства, голодания и сыроедения во время беременности. И в-третьих, я во время беременности не принимала ни одной таблетки, ни одного укола, ни одного витамина. Не бухала, кофе не пила, ну короче, вот стандарт такой. Началось все с того, что я всегда по жизни себе делаю какие-то планы. Сразу скажу, что детей я не хотела и до сих пор не хочу. Не люблю детей. Мне с ними сложно, я их не понимаю. И мне всегда казалось, что когда у меня будет ребенок, я его где-то так вот с 3 до 12 кому-то отдам. Я четко понимала, что в 40, в 60, если я буду бездетной теткой, хотела бы кусать локти и проклинать себя за то, что у меня нет детей. Решила, что я отмучаюсь сейчас, пока я молодая. А в 60 лет они меня будут уже содержать. И вот значит мы начали стараться с мужем. И было все как у обычных нормальных людей, которые были зациклены на этом процессе и все не могли понять, почему, почему не получается. Я сходила к врачу, оказалось, что у меня, мягко говоря, не все очень хорошо и что детей мне никогда не будет. И я такая помню, окей, тогда похудею к лету. Открыла для себя книгу Алана Карра «Как легко похудеть», потому что при помощи его книги «Как легко бросить курить» я действительно бросила курить. Курила 4 года. Привет, мама. Сыроедила, сыроедила себе, сыроедила, даже голодала по чуть-чуть, начала другие книги изучать. И у меня была задержка. Проверилась быстро. Я увидела две очень жирные полоски. Заскочила быстро на кровать и начала прыгать, кричать «Вове, что я беременна, беременна, беременна». На что он ответил «Ну хорошо, да». Я сказала «Козел, ты неблагодарный, сволочь, я от тебя ухожу». И дождалась я 11 недель и стала на учет. Сразу хочу оговориться, что меня потянуло на мясо. То есть я не собиралась вегетарианить. Помню, бургерами запихивалась, как чокнутая. И я такая «Ну мне ж можно, я ж уже беременная». У меня тоже были эти мысли побольше пожрать, я беременна за двоих, да-да-да, классно. И не следить за фигурой. То есть вот эти все мысли тупые были. К врачу я попала стандартному. То есть с такими нормальными, нашими, советскими взглядами. Мясу – да, вегетарианству – нет. Девушка должна во время беременности набрать минимум 15 килограмм. Она сама лично набрала что-то около 25 или 30. И на третьем месяце меня резко отбило от мяса. Вот прям вот резко. В один момент Вова пришел с сосисками, они мне начали вонять и перестала их есть. И для того, чтобы удостовериться в том, что я не набрежу ни ребенку, ни себе таким способом, потому что я была мясоедом убежденным до мозга костей, я начала изучать литературу соответствующую. Поняла, что, блин, я не только не набрежу, я ему еще даже помогу. Многим, я знаю, девушкам во время беременности хочется перестать есть мясо. Но учитывая, что врачи их все-таки убеждают этого не делать, они через себя запихиваются. Моя мысль такая, что тело во время беременности становится адски чувствительным, и оно просто прям как дебилки вбивает в голову, что оно от тебя ждет и чего хочет. Поэтому логичнее было бы его слушать. Меня выдало только одно – тест на толерантность к глюкозе. Учитывая, что я ела тогда яблочки, салатик сырой, я еще сладкое, кстати, вообще не ела. Вообще-вообще я не любила сладкое. И мне дали для меня конскую дозу глюкозы выпить. Начало колбасить нереально мой организм. Мне дали водичку сразу с лимончиком, закусить лимончиком, хотя это надо натощак все было делать. В общем, погрешность налицо, и вышло так, что там у меня, короче, адский диабет. Мне пришлось сказать врачу, что я, блин, не так, как все питаюсь, что мои, блин, показатели могут варьироваться, что я, блин, здоровая, никто не умирает. Но она, короче, была непреклонна и везде повписывала, что у меня патология, и слышать ничего не хотела. Сказала сразу мне, что ребенок у меня мертвый родится, что я сама могу недовынашивать его, что я умру, короче. И она мне каждый раз об этом говорила. А учитывая, что я была очень активная, очень активная, ела салаты, в основном сыроедела, то я и мало набирала вес. Живот у меня был всегда маленький. У меня появилась молочница. Решила лечить ее голодом. Это было мое самое правильное лечение, потому что после 4 дней всего-то голодания, за эти все 4 дня ходила к врачу. Сказала мужу, чтобы он за мной следил. Я сказала маме, чтобы он за мной следил. Вдруг я уже, чтобы они меня вовремя приостановили, присадили и, в общем, привязали, начали кормить. И я поголодала, потом прихожу, прошу еще один мазок у меня взять. И там уже ничего нету. На что врач сказал, вау, ты таки делала свечи, ты таки, короче, пила таблетки. Вот я в тебя верила, верила, верила. Я сказала, что я голодала. На что она сказала, что? И мне казалось, что она в тот момент хотела меня к психиатру отправить. Но! После этого что-то надломилось в ней, и она перестала мне каждый день говорить о том, что я сдохнула. Сложности с тем, что мне поставили патологию, возникли аж на 32 недели. Я хотела рожать в Житомире. Житомирский роддом – это среда между тем, что ты в больнице рожаешь и между тем, что ты дома рожаешь. То есть из этих двух структур взяли самое лучшее и соединили вот в этом роддоме. Прямо на каждом этаже, через практически каждые 2 метра висит агитационные разные плакаты о том, что кормите грудью. Грудь – это класс, вообще давайте, 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 никаких там присосочек. Из-за того, что у меня патология, и я не из Житомира, меня не хотели принимать. Если бы я родила криво и были какие-то осложнения, это был бы для них минус, потому что, ну, статистика, короче. Вот, они не хотят брать не из своего города. Ну, не то, что не хотят, они вот так прям как-то скрипят душой, скажем так. Ну, мне не сказали, что нет, мы вас не возьмем. Мне пришлось через связи свои пробиваться туда. Я туда попала. Мне нужно было раньше еще приехать, не во время, там, не за день до прогнозируемой даты родов, а прям за, ну, задолго. Потому что вот у меня патология, мне надо было сидеть в отделе для патологических, короче, рожениц. Животик у меня был очень маленький, очень компактный. Люди думали, что я, в общем, там лежу на сохранении, у меня 20-я неделя, хотя мне вот-вот рожать уже надо было. Врач мне мой в Киеве сказала, что если я рожу, то рожу не сама, если я рожу, то рожу на неделе 42-й. И чтобы это быстро все не будет, и это будет болезненно, и лучше, короче, кисарить. Потому что я очень смущал мой вес, мой объем, мое питание, в общем, все. И то, что я, блин, себе отеки снимала при помощи ананаса. Отек это вообще такая штука странная. Это когда у тебя раздувается пятка, пальцы на ногах. А вот до такой степени, что когда ты ходишь, и у тебя вот этот вот сгиб пальцем идет, кажется, что сейчас лопнет. Вот, у тебя такой лежишь, у тебя такие лапки огромные. Ты как Халк. Пробыла там 10 дней в палате для людей с патологией. Я ходила, бродила, жрала в соседнем ресторане. Потому что в столовке, короче, куда-то, ну, вообще, есть таможеная была, но она такая лопала. Наступил день родов. Я помню это утро, когда я проснула в 7 утра, и такая говорю, папа, пожалуйста, сделай так, чтобы я сегодня родила. Потому что я, блин, не выдержу уже. Вот, уже достала. Оделась на пробежке. И я одела кеды и побежала. Ну, и бегу, а меня внизу, что-то так покалывает, покалывает. А я все равно бегу, а потом покалывает, а я бегу. Потом ко мне приехала мама, привезла 3 килограмма гороха, я запихивалась горохом. Потом приехал Вова из Киева, а мы с ним пошли в кафе. А у меня все это время, блин, что-то покалывает и покалывает, блин. Я такая решила, наверное-ка я схожу к врачу на осмотр. И мне говорят, да, ты рожаешь. Я не сказала, что я рожаю уже с 8 часов утра. Что такое схватки? Когда вот матка, ну вы матку девушки молодые, не рожавшие, иногда, может быть, чувствуете во время месячных. Вот она вот где-то вот, вот та зона. Вот эту вот матку поместили в такой железный чехол по размеру этой матки. И вот матка хочет раздуться, а это не дает. Вот, и вот что-то вот эти, я так могу этот процесс описать, вот эти схватки. Но все сильнее и сильнее. Кстати, схватки у меня не были такие, типа, вначале длинный-длинный промежуток, короче, такой дофига тоже длинный. У меня была там, типа, минута схваток, 10 минут гуляю. Это вот было на протяжении всего дня. И мне такая очень умная медсестра сказала, а какой у тебя промежуточек? Я ей сказала, она сказала, а еще не рожаешь, типа, ага, через 5 часов я с ребенком уже вышла. Она такая сказала, тю. Я так ходила, ходила, ходила себе, нормально было. Вову развлекала, потому что он нервничал. Вот, у нас была отдельная палата своя, там была лестница какая-то, мячик там был, короче, какое-то супер кресло классное, которое вот прям по-разному крутится и в разных позах можешь рожать. У меня еще пузырь не лопнул. Это хорошо, когда пузырь не лопается, мне объяснили, потому что ребенок находится в жидкости своей. И он не пересыхает, когда жидкость эта вылезает. Но вам его там проколят. Когда у тебя внутри вот все сжимается, болит внизу, хочешь ноги, ну, скрестить, сжать, и вообще никто никто не трогал. А тебя пытаются уложить на койку, раздвинуть ноги и пролезть иголкой, тебе что-то лопнуть внутри. Это, в общем, офигесное зрелище. Это не больно. И после него какое-то, блин, послабление и легкость начинается. Но после этого схватки становятся просто очень сильными. Часов с 8 схватки стали очень нереально болезненными. Я лежала на боку, и рядом стояла железная капельница для красоты. И мне было настолько больно, что я схватила ту капельницу, подняла ее вверх, и как о пол, колесико вроде отпало, я не помню, короче, ну, сильно очень я грохнула. И поняла, что это хуже, чем бесполезно было. Нужно терпеть, короче, потому что стало еще больнее. А, и мне сказали, что вы поймете, когда вас подруги будут, поймете. Я все боялась провтыкать, потому что я туго находящая. Но действительно их сложно перепутать с чем-то другим. Это то ощущение, когда матка хочет вырыгать. Я понимаю, что у меня красочные просто объяснения, но, блин, они простые, они понятные. Выблевать, вырыгать, выкакать, вот что-то вот такое. И подруги сами — это такое состояние, когда ты уже в транс входишь. Мне еще повезло, что была такая ассистентка, севшим голосом. Она говорить не могла, горло больное было. И была там, типа, ассистентка этой кушерки, которая, сука, блин, очень шумела. И когда тебе где-то у твоих ног говорят, пожалуйста, можешь, пожалуйста, что-то сделать вот так, не так. И ты такая, что? А из тебя что-то вылезает. А это как раз мусорными пакетами шорудит. А, сейчас мы твою маточку, кишки, короче, сейчас пуповину будем сматывать в этот пакетик. Сейчас будет ништяк. И ты хочешь ее просто в этом пакете удушить, потому что кушера не слышишь. Ей приходилось громче повторять. А я была не в том состоянии, чтобы сказать так, ты заткнись, а ты громче. И вот начинаются потуги. И я говорю, ау, кажется, пора. Вот это вот состояние, когда матка хочет вырыгать. Это были самые безболезненные 20 минут за весь вот этот период, когда я в родильном зале сидела. Меня перевернули на корточки. И врач, Никола, которая у меня принимала эти роды, которая главная, она стояла, чтобы на меня смотрела и отворачивалась периодически куда-то, с кем-то разговаривала. А кушерка бедная была у моих ног и что-то тихо говорила. За 3-4 потуги ребенок рождается. Это очень быстро все происходит. Ну, 20 минут. Сейчас, кажется, в спокойном состоянии, ну, нифига себе, тут 20 минут в тадуги терпеть. Ну, блин, ты реально в каком-то трансе. И когда у меня очередная потуга была, и, как всегда, мой главный врач стоял ко мне жопой, я ее всегда хватала за задницу и говорила... Она всегда ржала и говорила, ну, давай-давай-давай, давай-давай, давай-давай, тут так вытирала мне чуть-чуть потиком, так чуть-чуть. И такая, давай-давай-давай-давай-давай, а я опять отворачивалась. Значит, на потугах я мужа выгоняла, потому что я считаю, что это не для мужских глаз. То есть он отлично мне помог во время схваток, принеси, подай, полежи, дай, я тебя по спине полуплю, дай, я скажу, как ты сволочь, что мне надо из-за тебя терпеть. Вот, я сама это не хочу видеть, почему я буду заставлять мужа это видеть. Встилась мира. Первая моя фраза была, слава богу, что ты из меня вышла. Ребенок, когда рождается, он не похож на ангела, на чудо чудесное. Он похож на курицу, которую хорошо отметили, и у нее гематомы, и общипали. Они обмотали сразу, даже не помыли ее, они просто ее обмотали, простой, и положили мне ее на грудь. Позвали мужа и ушли. На два часа мы успели отфоткать все, что можно было. Мы, короче, обзвонили всех и рассказали о том, что вот родилась, все окей, не переживайте. И они потом зашли, померили ее, взвесили, дали девяточку и, короче, и отправили в палату. Во мне не зашивали меня. Я легла и лежала, и смотрела на этот вот террариум прозрачный, там, где лежит мой ребенок. Как-то во мне не было никаких таких чувств. Просто, фух, наконец-то это закончилось. Как проснулась, я сфоткалась, у меня вот такой вот живот был, через 7 часов после рода. Сразу утром я начала доедать свой 3-х килограммовый пакет с горохом. Медсестры заходили, говорили, господи, какой кошмар, у вас ребенок будет прям пердеть дальше, чем видеть. В мире было пофиг. Пришла ко мне медсестра утром, показала, как нужно прикладывать. У меня не получалось, естественно, я психовала и думала, что, блин, я дебил, который не научусь кормить грудью. Но пронесло, только я поняла систему, Мира сразу же тоже ее уловила. И, в общем, все. Ребенок начал жрать, как не в себя. Специалист по груди все равно приходила и проверяла, все ли хорошо. Помню, с мамой ржали. Мама читала все документы, которые для ребенка выписывали. И там на таком небольшом бланке было написано, что Шульга Мирослава Володимировна народилась в жопце. А дальше нас ждала дорога домой. Это, по-моему, 160 или 180 километров до Киева была. Мира всю дорогу проспала. И она еще потом приехала, еще спала. Первые у нее проблемы – это возникли желтуха и почная грыжа. Я не начала миру вот эту желтуху, ее отлечить ничем. Все прошло окей. А почную грыжу я вылечила при помощи двух пальцев. Делала вот так вот. Вы должны уметь во время беременности убежать от мамонта. Залезть на дерево и где-то скрыться. Вы не должны вот это вот «О, подними мне веки, завяжи шнурки, блин». И вот это еще 30 килограмм сверху, блин. Это ненормально, это нелогично. Баба должна всегда оставаться в любом положении активной. Идеальный вес до 10 килограмм, а не с 10 до 20. Если вы не захотите, то вы никогда не будете одной из вот этих многочисленных мамаш, у которых подгузники, кака, пюрешечка подгузники. Доля здорового пофидизма к ребенку должна присутствовать всегда. Иначе ребенок не сможет сам развиваться. Ребенок должен быть частью вашей жизни. Он не должен быть всей вашей жизнью. Вам не скажет спасибо потом за то, что вы угробили на него всю свою жизнь и не создали свою. Вы должны быть интересной женщиной, вы должны быть интересным человеком для своего ребенка. Он должен видеть, к чему он стремится. А когда он видит перед собой картинку женщины, заляпанную в каком-то говне домашнем, заглядывает ребенку в рот и шапочки натягивает, естественно, никто таким не хочет быть. И нет такого уважения к родителям, наверное, из-за этого. Вы личность, вы это должны помнить всегда. Вы должны уметь совмещать ваши хобби, ваши интересы с интересными ребенком. Вот и все. Не бойтесь рожать. Еще ни одна женщина, не родившая, не ушла из роддома. Это забудется боль. И я бы, наверное, советовала все-таки не покалывать себе ничего, потому что вы не будете знать, на что вы способны. А вы способны гораздо на большее, чем вы думаете о себе. Мне кажется, с собой, когда ты сам в своем теле, ты можешь делать все, что угодно для себя. А вот когда в твоем теле еще ребенок, куда он еще не успел родиться на этот цвет, а он уже получает дозу какой-то химии, я бы не рисковала, наверное. На этом я буду заканчивать. Не крутите очень сильно пальцем у виска, глядя это видео, потому что дырку просверлите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok